Доброе утро, друзья! Доброе утро! И с вами я, Роман Дусенко. И это наш прямой эфир. Мы будем сегодня говорить о разных интересных вещах. Мы вообще сегодня поговорим о том, как вообще, что происходит сейчас вообще на самом деле в мире, в делах. Вот что происходит. Я вижу, Александр Белановский к нам присоединился. И мне очень хочется сейчас его вывести в эфир, для того, чтобы мы с ним начали наш прямой эфир. Мы поговорим о разных ситуациях в предыдущих мира. Мы поговорим о том, что вообще сейчас происходит в нашем мире. Как нам с вами с этим совсем... Привет! Разворачивай телефон. Кошмар какой, а! А, да! Вот они, новые технологии. Это же не для людей сделано. Доброе утро! Доброе утро! Да, всем привет! Всем здравствуйте! А почему я сказал тебя хуже слышать? Нет, все отлично. Я тебя прекрасно слышу. Я тебя прекрасно слышу. Друзья, я просто первый раз веду трансляцию через Инстаграм. Я обычно веду через Ютуб или Фейсбук. Но окей. Да, всем привет и всем привет! Слушай, прекрасно. Мне очень нравится вот твой такой настрой. Это значит, мы сейчас явно очень жестко пройдемся по какой-нибудь теме. Вот скажи мне, пожалуйста. Полный хаос происходит у нас в стране. У нас в стране происходит не полный хаос, у нас в стране происходит полный хэзэ. Но об этом мы сегодня с Романом еще поговорим. Да, мы поговорим о других... И еще о важных делах. Смотри, вчера мы с тобой обсуждали тему личной эффективности. И ты затронул очень важные, на мой взгляд, вопросы. Они связаны со следующим. Что люди сейчас по-прежнему думают о том, что можно жить неэффективно и работать неэффективно. Почему до сих пор? Они остались уже сидеть дома. Они уже давным-давно на удаленке. Почему остается состояние, что я и так буду работать сквозь... Не бей колоду, не бей лежачего и продолжать буду получать свои законы. Почему? А у меня вопрос другой. Давайте, уважаемые зрители, вам вообще интересна тема личной эффективности? Напишите в чате плюсики, кому интересно, и нолики, кому неинтересно. Или там единички, кому неинтересно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кто там что-то. Тема личной эффективности. Мне кажется, что сегодня эта тема не шибко заходит вообще. Но давайте проверим. Давайте проведем такое голосование. Вот у нас... Да, да, отвечают. Да, Величенко. Правда, а вот скажите, как эту девушку зовут? Очень хорошо. Напишите свое имя, чтобы можно было к вам обращаться по имени. Да, вот два вопроса. Два плюсика. Асхана поставила. Linux 76 поставил плюсик. Так что давай, давай, жги, жги. Я знаю, что ты как бы можешь много рассказать на тему личной эффективности. Скажи мне, почему люди ленятся и не работают? Почему? Вот сейчас самое время, чтобы сидеть и изучать что-то новое. Почему, блин, все зависли в сериалах? И так далее. Юлиана, привет. Ну, смотрите. Вот даже сейчас, да? Нас сейчас смотрят. Не знаю, сколько там нас человек смотрит. Десять человек пока. Ну, вот даже из десяти отреагировали две. Вот почему два отреагировали, а восемь остальных, они не отреагировали. Ровно по той же причине. Неважно. Ну, то есть причина абсолютно одинаковая. Того, что люди ничего не делали, делать не будут. Пока их, соответственно, как бы, ну, мягко выражаясь, не клюнет жареный петух. То есть пока вот сейчас в Москве, да, вот провели, сейчас там все обсуждают, там, неэффективность МВД, там, и так далее, какие очереди везде стояли, там, да, там, люди не могли. А по мне так это просто была показательная акция. Да, показательная порка. Просто показательная порка, что если вы, если вы, да, не будете сидеть дома, гаденыши, то мы вам устроим ад. Да, будет концлагерь, будет концлагерь. Раз и втесили дома, и очереди прекратились, и все, да, то же самое здесь. Первый закон личной эффективности, да, первый закон личной эффективности. Поставь себя в условия невозможности не сделать. То есть, когда ты ставишь себя в условия, в которых ты не можешь не сделать. Вот то, что прямо сейчас у нас с тобой происходит. Слушай, я тебе скажу, Саш, я познакомился с тобой, знаешь, много-много лет назад, когда я слушал твою какую-то аудиолекцию, и когда ты приводил, знаете, говорит, вот про желание. Вы мне говорите, вы хотите развиваться, хотите развиваться, а вы когда писать хотите. Вы в туалет же не говорите, что у вас там много причин тому, чтобы не делать. Вот я запомнил тебя с тех самых слов. Ну, это так называемая туалетная мотивация, не я ее придумал. Ну, опять же, уважаемые зрители, да, вот кто нас сейчас смотрит, да, как-нибудь отреагируйте, напишите какую-нибудь буковку в чате, кто готов с нами общаться, кто готов с нами коммуницировать, по той простой причине, что не очень интересно общаться в пустоту. Ну, я ни в коем случае не хочу Рому назвать пустотой, я к тому, что мы с ним и так в WhatsApp пообщаемся. Хоть что-то там наберите. Погнали, написал Киям. Погнали, да. То есть желательно, кстати, хотя бы хоть чуть-чуть пишите, как вас зовут, потому что очень часто ваши ники сложно прочесть вообще. Кстати, интересно, знаешь, извините, сложу тебе вопрос. Ты же много раз общаешься. А почему люди выбирают ники, в которых нихрена не понятно, как человека зовут? Я как-то не задумывался над этим вопросом. Наверное, это к психиатрам. Это, наверное, к психиатрам. Руслан, привет, да. Руслан, это не про вас, я просто вот, непонятно. Наверное, это к психиатру, когда люди себе пишут какие-то ники, крылым-бырлым-бырлым-бырлым-бырлым, 97.36-25. Вот, это они то ли скрываются, то ли хотят выделиться, то ли еще что-то такое. Но, как бы, делать не в этом. Ладно, это их дело, это не так страшно. Все-таки, давайте, вот те из вас, кто нас сейчас смотрят... А вот, кстати, Павел Петров присоединился. Павел, я точно хорошо знаю. Мы как раз с ним много вопросов обсуждаем касательно личной эффективности. Не поверишь, он преподаватель в ВУЗе, доцент, руководитель кафедры. И вот для него тема личной эффективности, как не зря, вернее, кстати, зашла. Вот, например, буквально даже элементарные вещи. Выписывать свои дела каждый день и выклеивать их на какую-то, знаешь, поверхность, чтобы видеть, как они двигаются. Кстати, это важные вещи. Но, вот смотри, с чего вообще начинается эффективность? Когда ты понимаешь, что тебе надо что-то в себе изменить? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну, смотри, я вообще, да, я человек абсолютно бардашный. И я вообще ничего не помню, что происходит, и что мне надо делать, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, лет уже 20 у меня есть определенное правило. Не вижу, Саш, поближе, поближе покажи правила. Кого? Ну, что ты там сейчас показывал? Девник, покажи. Нет, это кондиционер. У меня есть правило, что не можешь делать сам, делегируй. Супер. Уже более 20 лет всегда есть сотрудники, которые ведут мое расписание, которые мне напоминают, которые меня пинают и так далее. То есть, если, ну, вот, например, я не могу это запомнить. Ну, просто, ну, вот, как бы, может быть, поначалу было лень и так далее, а потом я свыкся с тем, что я, ну, то есть, смотрите. Смотрите, не всем людям дано играть на скрипке, да, там, не всем людям дано, как бы, я не умею водить машину, да, там, дома есть машина, там, ее водит жена. Соответственно, я не умею играть на скрипке и на флейте. Точно так же я не умею организовывать сам свои дела. Поэтому, что я делаю, да, я все свои дела, я и тут же отправляю сотруднику, который вносит их в расписание. И если кто-то вывешивает свои дела, там, я не знаю, там, на компьютере, на холодильнике, где-то еще, то мне просто регулярно, там, стучат, звонят, пишут и говорят, вот у тебя у вас только эфир. Слушай, Саш, скажи, пожалуйста, а вот если человек, например, вот я про себя говорю, да, я вот пока многие-многие вещи стараюсь делать сам. Это что значит? Это значит, что у меня слишком много свободного времени? Это значит то, что ты, как бы, не, ну, у меня так же, знаешь, всегда было правило следующее. Всегда нужно брать на себя дел примерно на 20% больше, чем ты, в принципе, можешь делать. То есть вот ты садишься, ты садишься, да, и думаешь, вот мне вот это, вот это, вот это, вот это, и типа все, я загружен, все, я загружен. Значит, тебе надо взять еще какое-то дело. То есть 20% сверху плюсом? Сверху плюсом, конечно. И в этом случае включается тот самый процесс делегирования. Да, то есть в противном случае он не включится, потому что ты будешь, хочешь, не хочешь, но ты будешь постоянно пытаться все сделать самостоятельно. Когда же ты загружен сверх меры, и ты уже, ну, просто уже ни рук, ни ног не хватает, там, спишь по 4 часа в день, там, живешь на кофеине и вставляешь спички себе в глаза, потому что засыпаешь на ходу, ну, вот тогда ты думаешь, блин, ну, наверное, надо кого-то нанять, да, то есть как в старом анекдоте, один из моих любимейших анекдотов, когда встречаются два еврея, и себя пьют пиво, один другому говорит, слушай, мы с тобой пиво пнем, скажи, это вот работа физическая или интеллектуальная? Да, и второй говорит, ну, конечно, это пить пиво, это работа интеллектуальная, он говорит, почему? Ну, если была бы физическая, мы бы давно кого-нибудь наняли. Вот, соответственно, вот у меня принцип такой же, что в первую очередь нужно думать, ну, опять же, это сформировано не за день, не за два, не за месяц, не за год, что сначала нужно кого-то нанять, вот, а потом уже то, чего наняты, ну, то есть, есть разные этапы распределения дел, то есть, ну, опять же, сейчас, наверное, мне сейчас не очень бы хотелось сейчас вдаваться в какую-то невероятную подробную, да, есть разные этапы распределения дел, дела в первую очередь распределяются по выгоде. Выгода, ну, она бывает разная, материальная, нематериальная, но самый простой вариант – это выгода материальная. То есть, предположим, что если вы, да, если вы за какие-то дела получаете меньше, чем стоимость своего дня жизни, не дня работы, а дня жизни, да, то есть, вот, каждый день жизни, он имеет какую-то стоимость. Соответственно, вот, если вы что-то делаете дешевле, чем стоит ваш день жизни, то это надо делегировать всегда. Супер, супер. Слушай, а вот кризис. Предположим, вы там получаете 72 тысячи рублей, да, там, делим на 720, умножаем на 24, там, вот у вас получается там какая-то сумма. Вот, там, предположим, у вас там получают 100 рублей, там, или 1000 рублей, да, то есть, вот, если какое-то дело приносит вам в день, там, меньше 1000 рублей, вот, или, там, в час меньше 1000 рублей, там, можно посчитать на час, на день, там, это дело ваше, на неделю, то вы это делегируете всегда, ну, то есть, вот, вы просто себе ставите закон, я никогда не делаю то, что дешевле, чем я стою вообще. Слушай, очень хорошая, очень хорошая практика, просто мерить вот на стоимость дня. Второе, да, сейчас, секунду, второе, 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 это ваша стоимость, умноженная на 10, то есть, вот, вам что-то поручают, да, и, вот, от стоимости в день до стоимости до 10 дней, если вам это поручают, то, первое, желательно вы часть делегируете, часть делаете сами, но, желательно, опять же, делегировать, ну, всю рутину и так далее. А все, что выше 10-ти кратное, все, что выше 10-ти кратное, тогда, ради бога, делаете сами. И тогда жизнь, знаете, становится такой легкой, такой спокойной, такой прекрасной. Вот, вам звонят, говорят, а давай сделаем вот это. Вы считаете просто и говорите, да, окей, потом звоните, там, кому, сотрудник, говорите, вот, пожалуйста, вот, тебе задача, вот, делай. Слушай, а вот Асхана спрашивает, а как же рассчитать стоимость денег, жизни? Ну, то есть, ты имеешь в виду от зарплаты исходить, а если человек не получает зарплату? Доход, общий доход, неважно. Смотрите, каждый ваш день, он приносит какие-то деньги. То есть, это может быть зарплата, сдача квартиры, там, какие-то ваши, там, побочные доходы. Может, вы, там, ночью таксуете, что сейчас не очень актуально, кстати. Опасно, опасно. А, нет, сейчас, может быть, вы ночью шьете маски, там, да, там, подрабатываете и так далее. То есть, вы складываете все деньги, что у вас есть, вы делите на количество часов, на количество часов в месяце и умножаете это все на то количество часов, которое будет требовать какое-то дело. Да, ну, нас, там, попросили, там, я не знаю, помыть полы, да, и вам за это сказали, заплатят 100 рублей. Вы умножили, разделили, вы получаете, что вы в час стоите 200 рублей, а вам предлагают за 100 рублей. Вы или говорите нет, да, или вы говорите окей, алло, там, алло, дочка, дочка, возьми тряпку, помой полы и забери 100 рублей. Вот, все, все очень просто, все элементарно. Супер, супер, слушай, перебирал тут у себя книжки и нашел Глеба книжку с личным автографом, тест-драйв, как успевать жить и работать. Ну, ты сказал, что ты человек, который не очень-то организован, но ты сам-то придерживаешься для себя лично каких-то правил управления, там, своим временем, какой-то, ну, там, своим? Нет, еще раз говорю, смотри, я не просто придерживаюсь, я по ним живу. Ага, а какие-то правила, ну, какие-то правила, кроме того, что, это понятно, а кроме календаря, какие у тебя еще есть правила? Ну, первое правило, это вот то, что я сейчас рассказываю, ну, по большому счету, я сейчас рассказываю. Календарь, директирование, да, а еще что, есть какой-то вот личный для тебя, вот как ты сам определяешь приоритетность, например? Ну, если тебе никто не звонит. Первое, вот смотри, первое, первое, ну, опять же, мы сейчас не будем брать то, что сейчас происходит, да, потому что это такой коллапс, и он, так сказать, нестандартен, да, сейчас даже такая шутка, мне настолько понравилось, что, типа, ура, скоро майские, наконец-то дома посетим с родными побудем. Вот, это самое, вот, ну, сегодня это не актуально, но, первое, это планирование своего отдыха хотя бы на три месяца вперед. То есть, например, каждую субботу, вот, у нас выходной, да, то есть у меня, у моей компании и так далее, у нас выходной. То есть, вот, в субботу даже я не, если я даже, там, по каким-то причинам что-то, там, отправляю сотрудникам, я все равно всегда пишу, что это не на сегодня, это на воскресенье. То есть, это первое, то есть, там, какой-то день у вас всегда выходной, у вас всегда, так сказать, погружение в отдых, ни о какой работе, ни о чем вы вообще не думаете, и думать даже не вздумайте. Думать не вздумайте, моя родная языка. Вот, второе, вы планируете какие-то более долгосрочные отпуска, отдыхи, да, там, на два-три дня, там, куда-нибудь поездка, например, на пару дней. Причем ездить не обязательно куда-то далеко. Можно поехать просто в соседний город, можно поехать куда-нибудь в гости к кому-нибудь с ночевкой, с ночлежкой, можно с палаткой и рыбалкой. Вот, можно затариться водкой, запереться в номере в гостинице, вызвать девочек. Ну, это каждому свое. И вы, вот, знаете, что каждую субботу вы отдыхаете, но, например, каждый месяц, там, два дня вы точно так же, или, там, три дня вы куда-то погружаетесь, что вас никто не трогает. И долгосрочные вещи, это на 3-4 месяца, то есть, хотя бы 2-3 недели отдыха, ну, хотя бы пару недель отдыха, то есть, чтобы, опять же, вы куда-то, ну, я очень много путешествую, и для меня сейчас прямо, ну, вот, для меня это прямо такой зуд в заднице, прям, вот куда-то я хочу. Вот я смотрю, там, типа, в Милане куча трупов, а я такой сижу, представляю себе Милан, который я очень люблю, по которому я хожу, и как-то трупы мне не очень там представляются, а мне представляется сам Милан, который я обожаю. Вот, то же самое, там, сейчас, там, в Америке, да, там, Нью-Йорк, там, хотя Нью-Йорк не люблю, я больше, вот, по Флориде я больше. А вот, что, вот, тепло, пальмы, там, выходить на улицу в трусах постоянно и так далее, то есть, здорово, круто и отлично. То есть, планировать хотя бы, там, 2-х недельный какой-то, опять же, я сказал, не надо далеко, и сам рассказываю про Милан, про это самое, то есть, ну, хотя бы куда-нибудь, там, можно съездить. Мы в свое время, например, брали, ездили, там, например, я много где жил, там, много куда заносила жизнь, там, жили в Екатеринбурге несколько лет. Мы просто брали машину, на машине и куда-то ехали. То есть, например, какой-то пригород, например, там, да? Ну, да, мы ездили там до 200 с чем-то километров в город Верхотурье, где находится самый маленький Кремль в России, и там вокруг шикарные монастыри, офигенные зоны, где, так сказать, в монастырях половина сидевших и так далее, и так далее. То есть, ну, тоже такая своя специфика. Окей, Саш, с этим понятно. То есть, значит, смотри, то есть, главный принцип, надо просто планировать перерывы отдыха. То есть, помимо того, что мы хорошо работаем, нужно планировать перерывы отдыха. А вот сейчас, кстати, когда ты сидишь дома, и вот я, мы, например, там, смотрим фильмы, играем с детьми в какие-то настольные игры, они там сейчас изучают что-то, там, даже балетом занимаются через удаленный канал. А ты как вот сейчас дома компенсируешь себе возможность не выхода за пределы? Ну, на самом деле, мне сильно не привыкать, потому что у меня жизнь состояла последние лет десять, она состояла из двух составляющих. Работа дома и поездки. Да, поездки были там по работе, я очень много ездил, выступал и по России, и по миру, и так далее. И, соответственно, поездки по улику. Поэтому сильно с вопросами организации времени дома, ну, как бы он как-то сильно не стоит. И я не думаю, что вот в данном случае мои советы, они как-то сильно подойдут, потому что люди все-таки привыкли жить какой-то другой жизнью. Не, ну расскажи, что ты делаешь, как ты себя развлекаешь вот сейчас просто, вот что ты там смотришь, новости, откуда ты черпаешь информацию? Ну, первое, это какие-то именно развлечения, да, то есть там, не знаю, книжки, кино, сериалы там и так далее. Я, например, люблю всякие анимешки смотреть, там я их там могу по году не смотреть, потом смотрю все, что за год вышло. Но второе, это самообучение, да, то есть очень много различных курсов и, самое главное, курсов небесплатных, потому что бесплатные курсы, они в большинстве случаев бесполезные, не потому что они плохие, а потому что мы с ними ничего не делаем. Мы их никак не привыкли, вот я, дядя Роме там, накидал кучу информации, вот, он уже третью неделю пытается изучить ОБС, вот, все потому что бесплатно. Взял бы я с него 100 тысяч рублей за это, он бы уже бы изучил, отчитался и сказал, верни мне 99 обратно, она того не стоит. Вот, соответственно, я очень много покупал, курсов далеко не все изучил, поэтому сейчас много есть чего изучать. И курсы огромное количество западных, часть мне, у меня, так сказать, английский, он на таком довольно низком уровне, поэтому есть переводчик, с которым мы постоянно работаем, который постоянно мне что-то переводит. Вот, что-то накопилось, что-то осталось и так далее, то есть, ну, развлечение, обучение, я очень люблю готовить, например. Что готовил в последнее время вкусное? Особого ничего, ну, то есть, стандартные какие-то, ну, более-менее стандартные вещи. Мы, кстати, мы, кстати, тут с детьми научились дома готовить плов, и сейчас делаем пловы всякие, знаешь, там, и плов у нас с мясом, если то это плов, но я их его не ем на пасте, потому что, вот, паэлью научились делать, вот, пасту. Ну, пасту называется а-ля то, что есть в холодильнике, то есть, из овощей, то есть, дети меня привлекают, мы, мы делаем из приготовления блюд, знаешь, это из приготовления такой, как бы, тимбилдинг, и когда мы с детьми там что-то делаем, они режут, жарят, парят, вот, у них там происходит много, много всего интересного. Ну, вот, Женя Егоров присоединился к нам, кстати, тоже интересный человек очень, мы с ним планируем сделать прямой эфир, представляешь, Саш, он проехал из Мурманска до Владивостока зимой на машине. Эта компания, вот, они там периодически экспедиция, они собираются и делают такие автопробеги. Женя потом нам расскажет подробно об этом. Я летом, я летом, я не зимой, ну, зимой тоже очень много мотались, я летом проезжал от Абхазии до Новосибирска. Ого! Вот, и, а так, ну, зимой, самый дальний маршрут зимой, это от Москвы до, это я знаю, до Кузбасса, короче. Ого! Слушай, ну, вот мы с тобой, мы с тобой вкратце поговорили о том, как можно быстро дома настроить свои дела, как можно спланировать отдых, чем можно позаниматься. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот, все-таки, что самое важное, на твой взгляд, сейчас должно быть у человека в голове, исходя из того времени, в котором он сейчас сидит? То есть, какая это главная мысль? Это перерыв? Это отдых? Это развлекуха? Это меня сознательно заперли? Все козлы? Или что? Вот какая мысль должна у человека появиться? Ну, возможно, вопрос должна, она, как бы, наверное, не очень правильно звучит. А вот, что бы ты думал у людей здравых, умных, адекватно справляющих на мир, по идее, вот, какая должна быть главная идея этого времени? Ну, главная идея этого времени стоит в том, что нужно понимать, что происходит, и, исходя из этого понимания, стараться, именно стараться, не тратить время зря. Ну, то есть, вот, я столкнулся с тем, что подавляющее большинство на сегодняшний день людей, в принципе, даже не понимает, что происходит. Люди, которые, в принципе, я не могу назвать какими-то глупыми и так далее, но они говорят, ну, вот, сейчас там быстренько все закончится, мы заново, буквально вчера я разговаривал с человеком, у него довольно большой бизнес по всей России, там, порядка ста подразделений работает в разных регионах, они занимаются газовым оборудованием, там, и так далее. И он говорит, вот, сейчас вот, сейчас все отменят быстренько, мы там сразу начнем работать. Я говорю, как, это те, кто сказал вообще? Ну, то есть, вот, это на основании чего такие данные? Ты вроде взрослый перец-то, да, ты там зарабатываешь миллионы долларов, кто тебе такую херню вообще на уши, на дух? Ну, как, ну, это же видно, там, вот, сейчас, где-то там в Германии, там, что-то снижают и так далее. Для того, чтобы в Германии снижали, для этого в Германии, во-первых, на месяц раньше от нас ушла, во-вторых, то есть, снижение, которое сейчас происходит, это просто на какое-то поддержание штанов, никакого нормального функционирования пока страны, об этом речь даже в принципе не идет. Самое стремное сегодня состоит в том, что никто ничего не знает, никто не понимает, что будет происходить. Слишком много неизвестных, и Германия не мы, в нашей стране есть три главные составляющие того, грубо говоря, неизвестности, да, той, которая есть. Первая неизвестность, это неизвестность, назовем ее так, пандемического, медицинского характера. Пока будут стоять, грубо говоря так, пока не будет хватать коих в больницах, никто карантин не отменит. Сто процентов. То есть, потому что никто не хочет очередей на кладбищах, и, соответственно, будут держать карантин. Но когда будет, когда этот произойдет спад, чтобы хватало всем коих в больницах, мы еще даже не вышли на все там про это плато, 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 так вот мы на это плато, мы к нему даже еще не подобрали плато, вот, что признают сами все эти государственные деятели на сегодняшний день. И абсолютно, ну, то есть, почему эта пандемия вводится во всем мире? Не потому, что вирус так страшен, то есть, то, что китайцы буквально вчера, да, сказали там, что на самом деле с симптомами болезнь происходит в лучшем случае только у 20%. 80% болеют без симптомов. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле количество зараженных, ну, в самом деле... Гораздо больше, гораздо больше. В 5 раз больше, чем во всем мире, во всем мире. Да, в 5 раз больше, чем заявляет любая статистика. Именно зараженных, не то, что выявленных, да, то есть, выявленные, это выявленные, невыявленные, это невыявленные. Вот Китай заявил об этом. Поэтому, что будет с этими пандемиями и так далее, то есть, чего боятся все страны, почему они все это вводят? Не потому, что такая страшная болезнь, а потому, что, ну, коих не хватает, нигде не хватает. Вот, это первая составляющая, да, то есть, ну, то есть, здесь миллион иксов, игреков, которые нам неизвестны. Да, будет ли второй срок у вируса, вот, продлят ли срок вируса, да, вот, будет ли вторая волна осенью или не будет. То есть, если, например, мы с вами возьмем всем известный, да, испанский грипп, то есть, называемый испанку, от которой в мире умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек в начале прошлого века, то эта болезнь, она длилась два года, да. И через два года она, как бы, перестала быть сама по себе, по той причине, что вирус мутировал, мутировал и довымутировал. То есть, он сам, ну, как бы, он перестал передаваться от человека к человеку. Но, тем не менее, порядка от 50 до 100 миллионов человек, они скончаются во всем мире. Что будет с этим вирусом? Непонятно. Ну, то есть, никому, ни о каких вакцинах на сегодняшний день, что бы там не рассказывали по телевизору или какие-то там врачи-алкоголики, опять же, или там Всемирная Организация Здравоохранения, которую Трамп очень красиво сейчас подпал в жопу, просто сказал, что на хера вы мне уперлись. Вот, прекрасная, замечательная ассоциация здравоохранения, в которой главным сидит перец, который даже не врач. Вот, и мало того, что он не врач, так еще и, естественно, они боятся принимать неправильные решения. А по той причине, что есть всего несколько стран, которые их спонсировали, США, Китай и так далее, им надо угодить всем, лишь бы им деньги дальше-дальше давать. Вот, так вот, Трамп сказал, что идите в жопу, вы нам никому такие не нужны. Непонятно, в чем будет, да? Вторая составляющая. Вторая составляющая экономическая. Абсолютно, а вот ситуация абсолютно такая. Потребление прекратилось. Многие говорят, да, что, ну, окей, сейчас посидим и выйдем, да? Нет, посидим и выйдем, так не работает. То есть, вот, есть ресторан, да, там, люди ходили в ресторан. Кажется, ну, окей, ресторан закрылся, там, пять официантов, там, уволились и хрен бы с ним. Ага. Как-то так не совсем работают, потому что холодильники в ресторане кто-то обслуживал, да, там, какие-то кофемашины кто-то обслуживал, да, там, какие-то кофемашины кто-то обслуживал. Соответственно, их где-то выращивают, да, там, они где-то, там, на оптовых рынках продавались, да, там, ну, и так далее. То есть, это целые огромные цепочки. Ладно, там, один ресторан в городе, это ни на что не влияет, когда все рестораны – это огромные цепочки, которые сейчас непонятно, что с этим делать. И, естественно, начнут снижать обороты другие отрасли. Точно так же в промышленности, да, это тоже кажется, что взял и запустил, да, то есть конвейер остановить и конвейер запустить – это все не так просто, потому что нужно закупить запчасти, нужно, чтобы они были. А часть запчастей из Китая, а часть запчастей из Европы. Если мы с вами даже возьмем чисто русский автомобиль Крамат, который, на самом деле, чисто татарский, но даже в нем порядка 30% всех запчастей – это импортные запчасти, которых на сегодняшний день тоже не совсем понятно, по каким ценам и как мы будем закупать. Плюс на это накладывается вопрос нефти, да, там, Трамп пытался своими твиттерами поднимать нефть, там, что все будет, ой, ну, я не знаю, можно так говорить или нет. Нельзя. Все будет зашибись, 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 там, ну, там, несколько раз твиттерами нефть поднимал, 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 но в конечном итоге всем это надоело, потому что все уже затарились всей этой нефтью. На сегодняшний день в России на полном серьезе рассматривается вопрос аренды цистерн, потому что, ну, тупо негде хранить. Вчера Саудовская Аравия выкатила нефть с дисконтом в 10 долларов по сравнению с мировыми ценами на Европу, это чисто наш рынок, и теперь наша нефть там вообще никому. Как бы, где это хранить, да, то есть трубопроводы заполнены, хранилища заполнены, это все заполнено, то есть, ну, вот, неясно, да, при том, что все наши нефтяные скважины находятся где-то там за северным полюсом, и ладно там где-нибудь в Сатарстане закрыть открытую нефтяную скважину не проблема, а в вечной мерзлоте попробуй ее закрой и открой. Ну, это очень сложная консервация. Давай чуть-чуть покороче, Саш, давай чуть-чуть покороче. Ну, то есть, вот, как бы с экономикой тоже вообще ничего не понятно, а количество безработных на сегодняшний день растет волнообразно, у людей тупо денег нет, люди просто, я вчера смотрел список, отрасли, которые умерли, ювелирка, например, умерла, да, то есть, вот, я, кстати, не ожидал, но ювелирка умерла на уровне, на уровне турагента. Кстати, вот, уникально, она столько лет держалась и столько кризисов прошла, вот эта страсть людей к золоту, но сейчас она, я думаю, что и фэшн тоже практически весь умрет в ближайшее время. Ну, в центре умерли, обувь, обувь, одежда, порядка на 90 с чем-то процентов снижение спроса и так далее. Ну, то есть, второй фактор с экономикой вообще ничего не понятно. Ну, естественно, третий фактор политический, это чисто наша, да, такая война, где у нас тоже непонятно, что будет происходить. Понятно, смотри, вот, факторы сложные, экономика, политика, вирус, пандемия, нефть, ты глубоко в этом всем разбираешься, но вопрос вот простой. Скажи, пожалуйста, что конкретно обычному человеку, который не очень так глубоко во всех этих вопросах разбирается, сейчас реально делать, чтобы было на что жить? Что делать предпринимателю, у которого бизнес стал? Вот о чем сейчас надо думать? Что искать? Куда ломиться? Вот какие мысли? Очень хорошее время для перезагрузки, то есть, очень хорошее время для того, чтобы начать все заново. Ну, то есть, как бы уволиться, да, это очень хорошее время уволиться. Или, ну, грубо говоря так, пока платят пособие оставаться, ну так, но в голове у себя уволиться. И заняться самообразованием, получать новую профессию, искать новые возможности применения себя, самообразовываться. Если мы говорим про бизнесы, то смотреть статистику на бизнесы, насколько они закрыты везде, потому что если закрылись один вы, то вы быстро восстановитесь, а если закрылись все, то вы быстро не восстановитесь. И как бы вы ни думали, какой бы вы там шоколадный не были, с золотой, там, я не знаю, и так далее, нифига это не поможет. Проблема в том, что люди сейчас боятся тратить деньги, они тупо боятся тратить деньги. Вот, даже если завтра откроют все рестораны, они все равно не пойдут. Вот, и подумать о том, какому блоху быстрее все это сплавить и продать как можно дороже, чтобы начать какой-то новый бизнес, ну, желательно какой-то бизнес в онлайне. Еще более желательно на запад, ориентированный, но это маловероятно, скорее всего, у большинства. Но что-то связанное с онлайном, что-то связанное с теми отраслями, которые на сегодняшний день не падают, а растут. Ну, как-то так. Супер. Спасибо тебе большое. Знаешь, в очередной раз получил массу удовольствия. Я вот тоже примерно об этом думаю. Несмотря на то, что как бы сейчас идет очень много всего того, что ты сказал, большинство людей, с кем я общаюсь, они действительно не тратят время на просмотр этих сериалов, читают, развиваются. Руководители, с которыми я общаюсь, крупных компаний там, и руководители с теми, с кем я работаю, они по-прежнему стараются найти в себе силы двигаться дальше. Пока все еще верят, к сожалению, что все вернется. Это факт. Ну, то есть, это самый устоявшийся мир. Миф. Это миф. Это миф, да. Но мы с тобой только что сейчас поговорили. Да, и ты только что сказал, что все будет иначе. И вот это понимание того, как все будет иначе, мне кажется, с этой главной мыслью можно сегодня завершить наш эфир и встретиться в следующий раз и поговорить, а что конкретно будет иначе. Что мне конкретно сейчас надо поделать, чтобы попытаться стать другим. И давай, может быть, подумаем о том, а вот, например, возьмем какой-то бизнес, да. А что значит пойти в бизнес онлайн? А что значит начать работать на какой-то международный рынок? А что это значит? И вот я думаю, что так шаг за шагом, эфир за эфиром, мы с тобой сможем, во-первых, рассказать, те, кому надо, услышат, а те, кто продолжает смотреть сериалы, ну, я думаю, что там с этим все понятно. Ну, и вопросы свои пишите. На самом деле, Роман, пишите свои вопросы. Было бы интересно делать стримы, именно ориентированные на ваши потребности. Если вам сегодня интересно, какие сериалы посмотреть, я думаю, мы это тоже с удовольствием расскажем. Вот, поэтому, ну, давайте делать так, чтобы это было всем полезно. Мы, ну, так сказать, темы, знаете, есть в продажах, в бизнесе, есть такое понимание, да, что человеку надо и что он хочет. Это две разные вещи. Что я хочу и что он хочет. Слушай, а это круто, круто, да. То есть, люди хотят белые зубы, но им не надо отбеливать зубы, да. Ну, то есть, я говорю, покупайте тут какой-то хлор там, да, и зубы отбелить, потому что вы их вообще убьете, да. Вот, а надо просто проходить очень-очень долгосрочную программу по тому, чтобы там эмаль заменилась, там, и так далее. Если это не получится, то просто, ну, выбейте себе зубы и ставьте новые белые парфоровые. Вот, но не отбелить. Ну, то есть, это разные вещи, что хочу и что надо. Вот то же самое здесь. То, что вам надо, мы вам можем рассказывать миллион раз, но от этого вы этого не захотите. Поэтому пишите, что хотите. Вот на эту тему мы и будем вам рассказывать и будем с вами общаться. Поэтому на этом всем большое-большое спасибо. И поставьте нам лайков. Поставьте нам лайков. Сердечек нам накидайте. Давайте, друзья, понакидайте сердечек нам в наш чат. Саша, спасибо тебе большое. Как всегда, энергия. Как всегда, энергия. Как всегда, запал. Как всегда, интересно. Мне очень приятно с тобой общаться. Поэтому с удовольствием продолжу это делать. Пока. О, сердечки полетели. Спасибо вам большое. Всем пока. Друзья, ну вот, завершился наш эфир очередной с Сашей Билановским. Это серия эфиров для того, чтобы мы хоть как-то двигались вперед, чтобы, ну, помимо вот этой сладости, которая льется со всех экранов, там, что да, вот вам за три дня, вот вам это, почитайте эту книжечку, станете лучше. Нет, не про это. Надо реально подумать и поработать над тем, как встретить завтрашний день, когда пандемия, возможно, закончится. И это такой, знаете, вопрос, который, на самом деле, еще быстрого ответа не имеет. Берегите себя, развивайтесь, думайте о будущем, прикидывайте то, на что можно потратить ваше время. И будьте счастливы. Пока.